Добро пожаловать в Смарт Алматы! И снова с вами я, Агдана Сабр. Поиск свободного парковочного места – проблема, знакомая каждому жителю мегаполиса. Алматинцы все еще помнят парковщиков в жилетках, но сегодня жилеточников, как их называли в народе, больше нет. На смену им пришли новые технологии. Пробки, смог и парковки – основные проблемы мегаполиса. Ранее было предложено множество решений. Запрет на въезд иногородним автомобилям, строительство подземных паркингов, переход на экологический вид транспорта. Из всего многообразия идей выбрали развитие метрополитена, сооружение развязок и платные парковки. Они появились в городе летом в 2016 году. Такое решение общественность приняла не сразу, но спустя какое-то время признала, что лучше оплачивать официальной компании, нежели людям в жилетах, которых непонятно кто уполномочил собирать деньги с автомобилистов. Это единая автоматизированная система парковок, которая стартовала как проект в 2016 году, летом 2016 года. И основной целью проекта была разгрузка наших дорог от заторов, потому что машины, припаркованные вдоль дорог, неправильно припаркованные в том числе, создают помеху движущему астотранспорту. С целью решения проблемы был реализован подобный проект. Еще один важный момент – это отказ от личного автотранспорта в пользу общественного. Это необходимо для того, чтобы очистить мегаполис от смога и сократить источники выхлопных газов. В основном платные паркинги расположены в центральных районах города и у рынков. В первую очередь наш проект – это социально значимое. Поэтому основная мотивация команды была разгрузить город, борьба с нелегальными парковщиками, борьба со стихийной парковкой, борьба с загруженностью города. Поэтому перед началом проекта наша команда изучила опыт мировых стран, так как парковка – это не что-то новое. В Америке парковка работает с 1936 года, Англия работает с 1980 года. Также мы основывались на опыт Москвы, которая начала свой проект платной парковки примерно в 2010 году. Данных аналитики о том, повлияли ли платные паркинги на предпочтение вида транспорта среди алматинцев, пока нет. Сегодня проводятся всяческие исследования для выявления мнений горожан. По статистике, количество машин в стране продолжает расти. В марте 2018 года органами Министерства внутренних дел на учет было поставлено 91 160 автомобилей, что на 3,2% больше, чем в феврале. Всего же по итогам первого квартала 2018 года зарегистрировано было почти 260 тысяч авто. Абсолютный рекорд за последние три года. На сегодняшний момент мы охватываем примерно 10% доступных нам парковочных мест в городе. Это если в цифрах примерно чуть больше 12 тысяч парковочных мест. Четких сроков по реализации проекта нет, поскольку мы намерены двигаться по парковочному пространству города до тех пор, пока есть места, где необходимо разгрузить транспортные потоки. Там, где есть заторы, там, где есть пробки, там, где есть сложности с проездом, вследствие неправильно припаркованных автомобилей или что их там слишком много, до тех пор, пока такие места есть, мы будем двигаться. За прошедший год статистика показывает, что большое количество алматинцев все-таки отказались от собственных авто и начали пользоваться общественным транспортом. Кстати, финансовая выгода для них очевидна. Час на парковке с 8.00 до 19.00 обходится автовладельцу в 100 тенге. Если человек на стоянке пробыл час-два, сумма незаметная. А вот если припарковался на целый день, например, как на работу в офис, то в месяц сумма складывается довольно приличная – примерно 20 тысяч тенге. И это при условии, что только один человек использует семейное авто. За те же деньги в автобусе или на метро можно совершить более 240 поездок. Напомним, по карте ОНАЙ проезд составляет 80 тенге. Или 132 поездки по 150 тенге без электронной карты. Такси в среднем обходится 600 тенге. Соответственно, можно совершить 30 поездок в месяц. Знаете, реакция была разная. Часть жителей города восприняли эту идею хорошо, позитивно. Так как все равно люди сейчас ездят по миру, видят тенденцию, видят, что это и работает во всем мире, что это на самом деле помогает. Ну и были, конечно, те жители, которые восприняли это негативно. В первую очередь, наверное, из-за того, что не было полного понимания проекта, для чего он нужен, как в принципе он будет работать. Но со временем, после разъяснения народу о целях проекта, о том, как он работает, как пользоваться нашими устройствами, положительные отзывы стали расти, а негативных становится все меньше и меньше. За месяц реализации проекта единой автоматизированной системы платных парковок в Алматы было запущено 211 парковочных мест и совершено более 18 тысяч парковочных сессий. Это также у нас есть колл-центр, в котором мы принимаем ежедневно до 1000 звонков, где наши операторы разъясняют людям правила пользования парковкой, разъясняют, для чего нужна парковка, отвечают на все вопросы жителей. Вопросы поступают разные, начиная от предложений, как можно улучшить парковку, то есть люди высказывают свое мнение, свое видение, либо сообщают о сложностях, которые у них возникли. Добро пожаловать в колл-центр компании Алматы Паркинг. Сегодня я вам объясню, как работает вся система парковочного пространства. На данном мониторе вы можете увидеть все паркоматы, то есть в этом мониторе указывается, какая ошибка есть, сел ли аккумулятор или закончилась бумага. Ну, естественно, на всю эту ситуацию реагирует диспетчер и направляет техника. Дальше я вам покажу систему Автоураган. Эта система принимает фотофиксации, которые за целый день делают инспектора, все фотографии падают в эту базу. Она идет в интеграции с нашим биллингом. Там сортируется, например, данный автомобиль оплатил или не оплатил. Если в случае человек не оплатил, данные фото отправляются в ДВД, в процесинговый центр. Далее в процесинговом центре налагается штраф в виде 3 МРП 7125 тенге. Далее вы можете увидеть систему, которая налаживает связь с интернетом на всех рынках. Если что-то пойдет не так, данный рынок загорится серым цветом. И это мы можем увидеть также направить техника, чтобы техник устранил данную проблему. На сегодняшний день в городе у нас установлено 120 паркоматов. Как их можно увидеть? Допустим, у нас в колл-центр поступает очень много звонков по месту нахождения паркоматов. Это можно посмотреть очень легко. Вы заходите на наш сайт oparking.kz в разделе «Карты». И там указано, сколько паркоматов стоят, на какой улице стоят, количество паркоматов, сколько стоит. На данной карте вы можете увидеть два автомобиля. Эта система называется «Покрайт». Мы ее недавно запустили. То есть она оснащена видеокамерами и также, как инспектора, производят видеофиксацию. Эта видеофиксация падает также в эту базу «Автоураган». И, как я ранее говорил, если вы не оплатили, вам придет штраф в виде предписания 3 МРП. Парковки в городе делятся на два типа. Есть парковки тротуарного типа, это вдоль дорог. Соответственно, они работают с 8 утра до 19 часов вечера. Есть парковки площадочного типа, это там, где установлены шлагбаумы, наоборот. Они круглосуточные. Все идет из расчета того, что один час парковки стоит 100 тенге часа. Человек, приехав на парковку, ему нужно время, чтобы дойти до паркомата. Потому что бывают парковочные зоны маленькие, а бывают большие. Понимаете, да? Мы ставим паркоматы из расчета 50-60 парковочных мест на один паркомат. И не всегда получается так, что припарковался ты прямо непосредственно около паркомата. Тебе нужно выйти, пешком пройти куда-то. Это время занимает. Поэтому мы даем вот эти 15 минут людям бесплатных, для того, чтобы они имели возможность дойти до паркомата. Первый участок платных парковок был открыт осенью 2017 года по улице Аблайхана на территории от улиц Кабанбай-Батыра до Шевченко. Далее паркоматы появились по всей деловой части города. Оплатить парковку можно несколькими способами. Экономнее всего воспользоваться приложением парковки Алматы. Либо картой через терминалы Киви и Касса-24. Плюс в том, что автовладелец платит за парковку поминутно и может в любой момент снять списание средств, если уезжает раньше, тратя ровно столько денег, сколько простоял. Человек при заезжает в зону платной парковки, находит себе место удобное для него. Паркует автомобиль и у него есть время, чтобы он выбрал для себя удобный способ для оплаты за парковку. То есть это в первую очередь паркомат, мобильное приложение, веб-сайт, платежные терминалы партнеров, либо смс-команда через операторов Билайн, Кейсел-Актив. Парковка работает по предоплате, поэтому он должен знать, сколько часов он планирует простоять на зоне платной парковки. В зависимости от времени высчитывается и сумма оплаты. Есть система биллинга, которая производит расчеты по оплатам. Есть системы фотофиксации, которые фиксируют припаркованные автомобили и высчитывают время парковки. Есть системы интеграционные, которые связывают наши все системы внутренние, например, с мобильными операторами, с терминалами оплат наших партнеров. В сентябре 2017 года на парковках были установлены камеры высокой четкости. Они позволяют автоматически определять движение объектов, выявлять оставленные на территории предметы и распознают номера автомобилей даже в ночное время. Паркомат при оплате в него за парковку, он в режиме онлайн выгружает свой сервер, всю информацию, то есть это зона платной парковки, номер автомобиля, время старта, время окончания, сумма. Далее инспектора, когда ходят по оплатной парковке, фиксируют автомобили, все эти фотофиксации также в режиме онлайн, выгружаются на сервер, в нашу систему, где система уже компилирует факты оплаты с фактом нахождения автомобиля в зоне платной парковки. В случае выявления несоответствия, система выдает рекомендацию на вынесение предписания о нарушении правил пользования платной парковки. За пять месяцев после введения платных парковок 763 автовладельца получили предписание по штрафам из-за уклонения от оплаты парковки. Напомним, штраф составляет 3 МРП, это 7215 тенге. За повторное нарушение, совершенное в течение года, 5 МРП. В 2017 году платные парковки собрали почти 660 миллионов тенге. Штрафы за уклонение от оплаты составили 128 миллионов. Это специальное измерительное средство фото-видео фиксации, которое внесено в государственный реестр Республики Казахстан, которое ежегодно проходит метрологическую поверку на соответствие точности определения GPS, координаты времени. На старте проекта у нас был только один тип оборудования, это у пеших инспекторов Паркнета. Внешне он выглядит как планшет, поэтому люди на самом деле думают, что просто на телефоне фиксируют. На самом деле это серьезное сертифицированное устройство. На старте проекта были только ручные, где у нас курсировали инспектора по зоне платной парковки с интерфалом в 15-20 минут, в зависимости от сложности парковки. В прошлом году, в 2017 году, мы закупили комплексы «Паркайд». Это тоже сертифицированный комплекс фото-видео фиксации, который также проходит метрологическую поверку, но устанавливается в автомобиль, и автомобиль курсирует по парковке кругами. И комплекс также автоматически присоединяет все автомобили и отправляет это все на сервер. То есть у человека, либо у автомобиля есть свой маршрут, и вот он целый день циклично ходит по этому маршруту. Дальше система видит первую фотографию, все остальные последующие, и высчитывает время нахождения автомобиля в зоне платной парковки. Если автомобиль передвигался внутри зоны платной парковки, мы тоже через эти фотографии видим. То есть мы даже видим, если человек в зоне одной парковки, но там 10 минут на одной улице постоял, 20 минут на другую улицу постоял, это тоже все фиксируется. Определить по фотографиям, передвигался ли автомобиль по парковке, тоже можно. Реально также определить, если автомобиль, к примеру, простоял 15 минут на одной парковке, а затем сменил на другую. Мы, имея ряд вот этих вот фиксаций, их может быть 2, 3, может быть 10, 15 раз, мы знаем, что вот начало парковки, есть конец парковки. Высчитываем время между ними, и понимаем, сколько примерно нам должны заплатить за парковку конкретный автомобиль на конкретном месте. Есть у нас автотранспорт. Это немножко другое оборудование. Автомобили двигаются по определенным маршрутам, тоже с определенной периодичностью, и снимают все машины припаркованные. Есть биллинг, поскольку мы имеем ряд фиксаций, и мы понимаем, сколько времени автомобиль провел на парковке, мы понимаем, сколько денег он должен заплатить за парковку при тарифе 100 кинги в час. Соответственно, эти данные сравниваются с данными из биллинга. То есть по конкретной парковке, в конкретный день конкретное место, конкретный автомобиль с конкретным номером, сколько денег заплатил. Он, может, не заплатил ничего, может быть, заплатил, но недостаточно, то есть у него недоплата. Соответственно, мы, суммируя показания биллинга и показания фотофиксации, вместе отправляем в ДВД города Алматы предписание на выставление штрафа. Это интеграционная платформа. Называется «Парк-Интегратор». Она контролирует все компоненты парковочной системы. Это система, которая фактически интегрирует между собой различные компоненты нашей парковочной системы. Поскольку люди имеют возможность, например, оплатить за парковку не только через наш паркомат или наши мобильные приложения, но и, например, через СМС, сообщение. Соответственно, здесь задействуются мобильные операторы. Можно оплатить парковку, используя терминал оплаты наших партнеров, которые, в принципе, к нам отношения не имеют. Но мы с ними тоже интегрировали через вот эту самую систему. Более того, эта система, она интегрирована с информационными системами ДВД и ДГД. Соответственно, с каждых оплат в ДГД уходит информация по налогам и по штрафам уходит информация в ДВД. У нас город поделен на 10 парковочных зон. То есть из тех зон, которые мы администрируем сейчас. К примеру, первая наша зона 1001, она располагается в квадрате улиц от улицы Колдаякова до улицы Назарбаева и от улицы Тулеби до проспектра Эмбек. Вот это все – 1001 зона. В 1001 зоне установлено порядка 40 паркоматов. То есть если вы припарковались на улице Зинькова, вам необязательно платить именно в паркомат на улице Зинькова. Можете пройти на улицу Зинькова или на проспект Достыка и там оплатить парковку. То есть главное, чтобы паркомат находился внутри этой парковочной зоны. Парковки все разные. И способ парковки тоже разный. Где-то параллельная парковка, где-то елочка, где-то перпендикулярная парковка. Есть отрезки улиц, где один парковочный отрезок по улице Наурсбай, Батыра, от Шевченко до улицы Кармангазы порядка 20 мест. А если брать улицу Зинькова, от улицы Жебек-Жилы до улицы Макатаева, то там порядка 65-70 мест. Все это происходит в режиме онлайн. За считанные секунды система обрабатывает всю информацию и в случае нарушения передает в соответствующие органы. Работа по оснащению зон платных парковок камерами видеонаблюдения продолжается. На сегодняшний день на участках установлено порядка 90 камер. Работают они в круглосуточном режиме. За записью следит группа операторов. В случае, если человек неправильно ввел свой ГРНЗ, на чеке у него высвечивается, печатается тот ГРЗ, который он вводил. Если он увидел вовремя эту ошибку, то он может позвонить к нам в колл-центр, продиктовать правильный номер, неправильный номер, и наши операторы внесут корректировку в систему. В случае, если он этого не заметил, и к нему все-таки пришел штраф, тогда он может обратиться в наш офис с заявлением, предоставить чек, и мы подадим письмо в ДВД о прекращении дела. Осенью 2018 года был открыт новый парковочный участок по улице Ауэзова от Темирязева до Джандосова. Его протяженность – 900 метров. Здесь было установлено 6 паркоматов, открыто 152 парковочных места. Шесть из них – для людей с ограниченными возможностями. В течение недели после открытия нового участка людям дается некоторое время, чтобы они привыкли к тому, что теперь парковка платная. Спустя неделю за нарушение будет предписан штраф. Есть проекты, направленные на повышение уровня комфорта для людей. Например, мы вводим дополнительные функции в наше мобильное приложение. Почему? Потому что поступают определенные жалобы от граждан, связанные от тех граждан, которые платят наличными. Вот классический пример. Например, вы приезжаете в зону платной парковки, вам необходимо оплатить. Допустим, вы пользуетесь мобильным приложением, но вы не знаете, в какой парковочной зоне вы находитесь. Вам нужно выйти из автомобиля и идти в поисках знака, на котором будет написано, что это парковочная зона 1001 или 1002. Сейчас в мобильном приложении мы вводим функцию геолокации. То есть вы, запуская мобильное приложение, через несколько секунд оно вам само напишет. Паркоматы работают на солнечных батареях, берут питание от солнца. То есть в основном люди звонят, говорят, в колл-центр чаще звонят, говорят, у вас паркомат не работает. На самом деле паркомат работает, нужно подойти и нажать кнопку, потому что паркомат находится в спящем режиме. Когда вы нажимаете кнопку, вы дальше можете производить оплату. То есть по инструкции на экране все покажет. Нужно нажать на кнопку включения, набрать правильно номер автомобиля, далее нажать подтвердить платеж, внести оплату и еще раз подтвердить платеж. Паркомат работает на аккумуляторах, которые заряжаются солнечными батареями. В случае, если не погодит, скажем, там пасмурно или зимой, мы видим это в мониторинге, есть определенный уровень заряда, которого мы не должны допускать. Если же получилось такое, что аккумулятор очень сильно разрядился, мы направляем техника с новым аккумулятором, чтобы его заменить. Изначально систему оплаты планировали сделать только в электронном формате. Однако пока данную идею решили придержать. Банкоматы принимают купюры достоинством в 200, 500 и 1000 тенге. Паркоматы мы используем трех производителей. Первый – это российские, второй – это английские, и третий – это японские паркоматы. Все абсолютно паркоматы вандала защищенные, используются уже давно в мире. И вандализм есть не только у нас, но и в Европе, по всему миру, к сожалению, тоже есть этот вандализм. Поэтому с годами они дорабатывали свои паркоматы, находили слабые места и их усиляли. На сегодняшний день паркоматы, я бы сказал, сломать можно, но не так просто. Также в паркоматах у нас присутствует сигнализация. В случае, если человек вскроет все-таки паркомат, то будет звуковая сигнализация, которую он будет включать на всю улицу. И здесь, в диспетчерском пункте, мы сразу увидим, что тот или иной паркомат вскрыт и какой отсек именно у него открыт. В случае вандализма по сей день у нас бывают попытки взлома наших паркоматов, наших терминалов. То есть люди пытаются их вскрыть. Даже есть у нас видео, где человек пытался вскрыть, услышал сигнализацию, убежал. Это есть, этого не отнять. Пробовали вскрыть паркоматы по-разному. То есть там и болгаркой пытались их пилить, и ломом пытались сломать грунтой силой. Ежедневно паркоматы проходят проверку и чистку от мусора. В купюроприемниках мы находили кусочки бумаги, и печенье находили, и банковские карты находили. В монетоприемниках спички, скрепки, всевозможные металлические, деревянные, и камни находили. Люди пытались оплачивать и турецкими лирами за парковку, и российскими рублями. То есть все, что было в карманах, люди пытались засунуть в паркомат. Соответственно, если в паркомате происходит застревание, диспетчер сразу видит здесь, что в том или ином паркомате произошло застревание, и отправляет на технику для устранения. Но в любом случае это занимает техника какое-то время на дорогу на устранение застревания. В это время люди начинают жаловаться в соцсетях или в интернете писать, вот система непродуманная, паркомат не работает, встал. А встал он по одной банальной причине, потому что люди сами его сломали. Если бы не было таких факторов вандализма, то и паркоматы работали бы намного стабильнее. Английские паркоматы, английские и японские, так как они работают давно, уже не первое десятилетие, и у них тоже самое это было. Вот те же самые вандалы также вскрывали паркоматы, воровали деньги, поэтому они до сих пор продолжают работать над усилением, на модернизацией паркоматов. На месте этот мир паркоматов не стоит, с каждым днем выходит что-то новое, новые способы защиты. Ежедневно мы общаемся с нашими партнерами, с заводов-произготовителей, и они нам высылают все возможные обновления. В 2018 год компания «Алматы Паркинг» объявила годом качества. Были пересмотрены некоторые программы, улучшилось мобильное приложение. К примеру, теперь оно стало работать на площадочных парковках. Для удобства пользователей оно стало еще проще и информативнее. Комфортный город – город для людей, а не машин. Вот девиз эры цифровизации. Давайте помнить об этом и вместе строить наш умный город. Это был «Смарт Алматы» и я, Ахдана Сабр. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова